Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет посетил Национальный университет Одесской юридической академии. Вместе с ним оценил достоинства современного учебного заведения Сергей Калибошин, глава консультативного совета по вопросам развития общего среднего образования. В ходе визита президент университета Сергей Кивалов показал почетным гостям инновационную техническую базу юрокадемии, а также представил гордость университета, уникальный музей редкой книги. Подробнее в сюжете моих коллег. Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в ходе своего визита в Южную Пальмиру посетил Национальный университет Одесская юридическая академия. Киевская делегация отметила современную инфраструктуру заведения, а также развитие высшего учебного заведения. ВУЗ постоянно использует современные технологии в образовании, чтобы двигаться в соответствии требованиям времени. Первый я был в Национальной университете Одесской юридической академии в 2005 году. Воно уже тоді були ознаки того, что этот университет живий, он развивается. База лише с каждым моим отведением цего прекрасного университета, лише покращивалась. База лише рухалась в соответствии с требованиями часа, в соответствии с профилюзацией цего университета. Это и специфические классы и лабораторий. Это и ознака того, что много международных партнеров, которые долучены до освятого процесса, вкладывают деньги и формуют тематические лаборатории, тематические кабинеты. Сергей Шкарлет отметил, что репутация вуза – это также и заслуга его основателя и президента – Одесской юридической академии Сергея Кивалова. Руководство университета использует инновационные подходы для обучения молодых людей, а также систематически обновляет материально-техническую базу для того, чтобы студенты получили качественное образование европейского уровня. Я вам хочу сказать только один приклад. На сегодня, принаймні, есть два университета, о которых я знаю, имьям ректора, засновника при жизни, которых называют и ассоцииируется университет. Одесскую юридическую академию скрозь в народе среди людей называют вуз Сергея Васильевича Кивалова. Это очень говорит само за себя. Поэтому личность, очень активная личность с перспективными взглядами, которые створил действительно образованный университет. А вокруг университета – великие социальные проекты, которые сегодня можно ставить приклад в целом по Украине. Визит в юрокадемию начался с посещения приемной комиссии, ведь вступительная кампания 2021 уже стартовала. Министр Сергей Шкарлетт лично пообщался с абитуриентами, которые уже подали свои документы в Национальный университет Одесская юридическая академия. Министр также отметил, что юрокадемия идет в ногу со временем, ведь в университете открываются новые факультеты и специальности, которые на данный момент востребованы на рынке труда. Поэтому, действительно, факультет кибербезпеки, все, что связано с информатизацией, с диджитализацией, жодную сферу, в том числе и освещение, не обходить. И не має на сегодня будь цей дистанционной технологии. Это и вещи, которые связаны не просто с гуманитаризацией, а с диджитализацией, киберпростей, он для всех специальностей очень актуален сегодня. Это наше майбутнє, це шестий технологічний уклад, тому цей розвиток є природним, було б дивно, якщо б його не було, і я повністю підтримую такі кроки, такі починання. Одна із визитних карточк Национального университета «Одеська юридическая академія» – це музей редких ізданий. Здесь храняться екземпляры даже XVIII-XIX века. Кроме того, научная библиотека вуза насчитывает около миллиона наименований і имеет доступ к базі библиотек в любой точці мира. Студенты университета также имеют доступ к речайшим ізданням для написання своих курсових і магистрських робот, а аспиранты і докторанты – для написання кандидатських і докторських диссертаций. Екскурсію по музею редкой кніги провели і для почетних гостей. Це дуже редке іздання, тому що було випущене в 2008 році, всього лише 1000 штук, більше не переиздавалися це іздання. Як здається, ви представляєте-ка? Оно полностью идет, копія полнієшого, таксимирне іздання, там затертості, затертості идут. І повністю там даже свечка вкапнула. Впереди идет же подпись Мазепы. Она в свое время побывала в руках Мазепы, он передавав її в монастырь, на котором был. І вот там она тож хранилась. Здесь у нас багато інтересних ізданьів. На базі высшого учебного заведення також функціонується уникальний музей оружія – пневматический і стрелковий тир, на базі которого проходят підготовку будущі правоохранители. Здорово, дев'яка. Ничего себе. В ході визита министр образований і науки України Сергій Шкарлетт, а також глава консультативного совета по вопросам развития общего среднего образования, народний депутат України Сергій Калибошин, посетили одно із общежитий Национального университета – Одеська юридическая академія. Здание находится на территории бывшей межрейсовой базы моряков, где на данный момент ведутся работы по благоустройству парковой зоны. Студенты і преподаватели вуза уже неоднократно выходили на масштабные субботники і высадку зеленых насаждений. Новому парку планирують дати название «Студенческий». Я помню это здание в 90-е годы, когда я был школьником, и здесь проходили сборы. Я был тогда в сборной Украины на Международной олимпиаде по физике. И мне есть с чем сравнивать. Мне есть с чем сравнивать еще и потому, что я побывал в огромном количестве и общежитий, и кампусов, и университетов, и каких-то там техникумов, и закладов профессионально-техничной освиты. Поэтому такие же теплые слова, такие же… То есть превратить вот это здание в действительно современно удобное место для проживания, для общения молодых людей – это дорогого стоит. Комфортное общежитие, современный студенческий кампус, сильнейший профессорско-преподавательский состав – все это и есть составляющая формулы успеха одного из ведущих вузов страны, достоинство которого высоко оценило руководство Министерства образования и науки Украины.